Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шары. Я и мои коллеги готовы знакомить вас с основными событиями, которые произошли к этому часу. В Самаре начали ремонтировать фонтан на площади Героев 21-й армии. Какие работы проведут? Отреагировали немедленно. На Ленинградской приводят в порядок ярмарочные домики, на установку которых пожаловали жители в социальных сетях. В Самарской области продолжается прививочная кампания. Сколько жителей вакцинировались от гриппа и кому в первую очередь положена прививка? Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел встречу с руководством компании, которая с начала ноября выполняет функции нового регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Смена рекоператора была инициирована главой региона в связи со многочисленными обращениями жителей, которые жаловали, что предыдущая компания-подрядчик не справляется со своими задачами. Глава региона подчеркнул на встрече с руководством нового рекоператора, что необходимо обеспечить максимальное качество вывоза мусора и порядок вокруг всех контейнерных площадок, быстро установить новые площадки, где это требуется. Все эти вопросы на личном контроле губернатора. В новой кампании рассказали, что уделяют внимание работе с потребителями. Для этого организовали 24 центра обслуживания населения. Губернатор Самарской области Вячеслав Федоречев предложил Илье Сухих перейти на работу в Тольятти. Об этом сообщил сам глава региона. Он отметил, что проблемы Тольятти известны и их не решить одним днем. Но нужно включаться без промедления, энергично и решительно. Город должен возглавить не политик, а в первую очередь хозяйственник. Напомню, ранее Илья Сухих возглавлял Жигулевск. В администрации Самара обсудили подготовку к празднованию 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Временно исполняющий полномочия главы города Иван Носков провел заседание штаба и поручил провести инвентаризацию объектов и улиц, топонимически связанных с Великой Отечественной войной. Сейчас уже сформирован план проведения основных патриотических мероприятий. Улицы Самары и общественные пространства необходимо оформить в едином стиле. Заранее провести работу по установке российских флагов на домах и других объектах. Особое внимание уделят улицам, названным в честь героев и событий Великой Отечественной войны. Ветеранам войны и лицам, приравненным к ним, предоставят выплаты из средств городского бюджета. Помните гордиться историей наших предков. В преддверии 80-летия победы в Самаре ведутся работы по приведению в порядок мемориалов, увековечивающих память героев и событий Великой Отечественной войны. Всего в этом году выполнен капитальный ремонт двух объектов и поддерживающий ремонт еще 14 памятников. Подробнее в нашем сюжете. Три месяца работы и вот обновленный комплекс на площади Куйбышева, посвященный солдатам Великой Отечественной войны, представлен для жителей и гостей города. Отреставрировали саму стелу, текст указов о присвоении городу Ордена Ленина, а также добавили военные фотографии. Капитальные восстановительные работы прошли также и на комплексе в Куйбышевском районе. А поддерживающий ремонт выполнили еще на 14 объектах по всему городу. Все они важны для ветеранов войны и труда, поскольку в дни воинской и трудовой славы все они приходят к этим местам, чтобы почтить память погибших товарищей и вспомнить о прошедших событиях. Это именно памятные места, на которых наши ветераны, пусть они уже пожилые, но они ищут встречи, чтобы поговорить, вспоминать те события, которые были в те годы. И ветераны наши, они рады тому, что сейчас действительно руководство, руководство города, области, вот эти работы ведутся. Я думаю, что и в последующем эта работа будет вестись, и будет все восстановлено в нашем городе и в области. Ветеранское сообщество «Самары» регулярно участвует и в комиссиях по увековечиванию памяти выдающихся личностей и событий, связанных с городом. В таких встречах важна роль историко-культурных экспертов, которые помогают с достоверностью различных фактов, а также помогают разработать уникальный внешний вид мемориальных комплексов, которые будут возводить или реставрировать. У нас есть комиссия по увековечиванию памяти при Департаменте культуры. Там постоянно подобные вопросы поднимаются. Там многие, кто предлагают свои проекты, они вправе туда прийти, они вправе представить свой проект, доказать необходимость оного. У нас есть рабочая группа, в которой обсуждаются подобные задачи. Жители города также положительно относятся к работам по восстановлению памятников, подчеркивая важность сохранения истории для подрастающего поколения. Надо свою историю памяти просто, чтобы молодежь наша знала. Конечно, нужно. Положительно отношусь к этому, чтобы молодежь знала все о том, как у нас происходило и как добивались наши дедушки, прадедушки, чтобы не было такого больше, не повторялось. У меня есть внуки, и я хотела бы, чтобы они, скажем так, помнили, у них была память о том, что мои родители, да и я тоже, то есть память же есть, пережили и для потомков, для правнуков. Всего на территории Самары 326 мемориальных объектов, которые увековечивают героев и события Великой Отечественной войны. Это и памятники, и мемориальные доски. К 80-й годовщине Победы их проверят и в случае необходимости приведут в порядок. Светлана Кудрявцева, Андрей Горгуленко, Николай Епифанов, Николай Сидоров. События. Более 200 миллионов рублей выделено на ремонт самого большого в Самаре многоуровневого фонтана и благоустройство прилегающей к нему территории на площади героев 21-й армии. Фонтан был запущен в 1985 году в честь 40-летия Победы в Великой Отечественной войне. Обновление завершится во втором квартале 2025 года. А в настоящее время идет демонтаж конструкций, капремонт которых ранее не проводился. Как организованные работы увидели наши корреспонденты. Конструкция фонтана на площади героев 21-й армии в границах улиц Осипенко, Новосадово и проспекта Ленина демонтируют стахановскими темпами. Эти работы закончатся ориентировочно через неделю. Впереди глобальное обновление гидротехнического сооружения. Работы будут проводиться и зимой. Для этого на объекте возведут временные тепловые завесы, установят тепловые пушки. Погода с морозами и метелями не станет помехой для строительно-монтажных работ. Их выполнит подрядчик из Ижевска. Есть специальные насосы. Здесь оно и фильтруется, и подача, и канализация. Подача воды, все полностью, все меняется капитально. Даже благоустройство, плитка, все, что есть, вы видите, да. Бортовые камни, дизайн, все меняется. Внутри будет тоже самое бассейн, да, чаши фонтана. Юрговская лента, красиво. В проект ремонта также входит замена сетей электро- и водоснабжения, гидравлического оборудования и гидроизоляции чаши, системы вентиляции технических помещений и вент-шахт. Предусмотрен ремонт насосной и камеры переключения задвижек. Заменит и облицовку. Фонтан станет светодинамическим и музыкальным. Для этого дополнительно установят акустическое оборудование и подсветку в едином архитектурном стиле. Размеры чаши фонтана 40 на 40 метров не изменятся. Борта и мозаичное панно на дне чаши с изображением Георгиевской ленты восстановят. Современное оборудование будет работать в автоматическом режиме. Преобразится и прилегающая территория. В том числе создадут комфортную среду для маломобильных граждан, установят пандусы. Благоустройство, прилегающего к фонтану общественного пространства, запланировано уже на теплое время года. В результате ремонта памятная для всех жителей города локация обретет новый облик. Заказчик ремонта, департамент городского хозяйства и экологии администрации Самары, организует контроль на каждом этапе. Знаковое место для жителей города, хорошо функционирующий до определенного момента, очень пользующийся популярностью у жителей, но, к сожалению, морально уже устаревший. Не только морально, но и физически. Был разработан проект, выделено финансирование, в том числе и областное, то есть на условиях софинансирования. Все это будет реализовано и будет радовать жителей в будущем. Общая стоимость работ – 219 миллионов рублей. В сроках завершения второй квартал 2025 года. Планируется, что обновленный фонтан станет подарком самарчанам ко Дню Победы. Дата юбилейная – 80 лет со дня капитуляции фашистской Германии в Великой Отечественной войне. Прежний фонтан был построен к 40-летию Победы и прослужил почти 40 лет. За это время капремонт конструкции не проводился. Ежевская фирма-подрядчик строит, реконструирует и ремонтирует фонтаны уже 15 лет по всей стране, от Дальнего Востока до Санкт-Петербурга. Технологические решения чаще всего стандартные, с учетом современных технологий и материалов, рассказали строители. А вот внешний вид – оригинальное решение местных дизайнеров и архитекторов. Напомним, всего в Самаре 52 фонтана. В настоящее время городские фонтаны законсервированы до наступления теплого сезона. Светлана Кудрявцева, Сергей Кизоркин, Константин Головин. События. На улице Ленинградской возводят обновленные ярмарочные домики для продажи сувениров. Однако жители города нововведения им пока не рады. Они пожаловались в социальных сетях. На обращение отреагировали в профильном департаменте. Руководитель выехал на место, чтобы лично проконтролировать ход работ. На место выехала также и наша съемочная группа. Подробности расскажет Полина Чулякова. Они позволят туристам забрать с собой воспоминания о городе на Волге. В Самаре на главной пешеходной улице Ленинградской устанавливают павильоны, в которых будут продавать сувенирную продукцию. Ярмарочные домики планируют сделать целой галереей. Однако в администрации зафиксировали жалобы от жителей города. Усилить контроль за обращениями жителей ранее всем ведомствам поручил временно исполняющий полномочия главы Самары Иван Носков. Представители городского департамента экономического развития и торговли своевременно отреагировали на жалобы самарцев в соцсетях и приехали проконтролировать процесс установки ярмарочной галереи. Действительно, жалобы поступают. Мы каждую отрабатываем. Но здесь особое внимание хотелось бы уделить, что первое, наш департамент контролирует каждый процесс установки этих павильонов. И второе, надо дождаться завершения этих работ. Потому что мы вот сейчас присутствуем на площадке, мы с вами видим, что еще какие-то замечания устраняются, и работа еще не принята. Это временные трудности. К сожалению, жители с ними сталкиваются, но в дальнейшем наш город из-за этого преобразится в лучшую сторону. По словам Игоря Ларионова, ничего нового на улице не строят. Это будут торговые точки с сувенирной продукцией просто в обновленном дизайне. Работы ведутся в рамках формирования туристического кода города. Также в Самаре уже установили информационно-справочный центр около речного вокзала и логистические указатели, которые получили название «Вихи». Цель возведения ярмарочных домиков – тоже привлечение туристов. Сегодня ведутся работы по внутренней отделке и установке павильонов на место их базирования. Все планово идет. Работы по установке планируют завершить до конца ноября. Полина Чулякова, Николай Сидоров. События. В Самаре работает консультационный центр «Победим вместе». По номеру, который вы видите на экране, круглосуточно можно получить всю информацию по вопросам заключения контракта на военную службу. Напомню, с октября этого года единовременная выплата. При заключении контракта – 2 миллиона рублей. За первый год военнослужащий получает 4,5 миллиона. Помимо этого, увеличили до 100 тысяч рублей сумму выплат за содействие в проведении агитации и помощь в прибытии кандидата в военный комиссариат или пункт отбора для заключения воинского контракта. Средство может получить любой. Основанием для этого является справка. Не захотелось на стороне. Друзей много там. Как-то внести свой вклад в победу. Наши родные поддержали. Друзья тоже как не против были. Говорят, мужик, Родину защищать надо. Ветераны СВО стали мобильными. Два автомобиля с ручным управлением получили инвалиды-колясочники от фонда «Защитники Отечества». Кроме этого, более полсотни ветеранов получили удостоверение участников боевых действий. Тему продолжит наш корреспондент. Самат Демиров до СВО играл в хоккей в дворовой команде. После записался в профессионалы, но только в следж-хоккейную команду «Лада Тольятти». За его плечами уже шесть турниров. На тренировку правого защитника до сегодняшнего дня из Красного Яра возили друзья. Теперь мастер будет ездить в Автоград на своем автомобиле. Фонд «Защитники Отечества» подарил ему новенькую «Ладу». В госпитале я узнал, что можно заниматься слэш-хоккеем. Потом далее я узнал, что в нашем регионе уже это развивает вид спорта. Я там получаю позитив, заряд энергии. Ребята все свои уже, как одна команда мы взаимодействуем. Тем более такая поддержка есть. Автомобиль, да, комфортный, управление хорошее. Доступный автомобиль для бытовых, чтобы более мобильным буду. Те же самые поликлиники, магазины. Удобно будет. Иван Черноморец, как и Самат Демиров, прошел переподготовку в автошколе ДОСААФ и получил новые права на автомобиль. Теперь мирная жизнь будет налаживаться еще быстрее, уверен ветеран СВО. Чтобы как-то лучше чувствовать себя в социуме, самому добираться до нужных мест. В любом случае, не зависеть ни от родителей, ни от жены. Стать более самостоятельным. Кроме автомобилей, Демиров и Черноморец получили удостоверение ветеранов боевых действий. Теперь они могут в полной мере пользоваться заслуженными льготами. Такие же документы вручил вице-губернатор Александр Фетисов еще полсотни участников СВО. Это наши земляки, которые вернулись, удостоены боевых наград, с ранениями. И судьба каждого из них для нас очень-очень важна. Человек может быть совершенно отважным в бою, настоящим боевым товарищем. А когда приходят в мирную жизнь, конечно, нужно помогать. Мир и поддержки ветеранов СВО в регионе выстроены на нескольких уровнях – федеральном, областном и местном. Объединяет всю работу фонд «Защитники Отечества». В эту организацию за последнее время поступило 25 тысяч обращений. И почти все проблемы были решены. Впереди у фонда «Защитники Отечества» совместно с региональной властью достаточно работы в этом направлении. Три основных принципа. Это, во-первых, законотворчество. Это адресная помощь и индивидуальный подход. Это полнота охвата и доступность получения всех мер поддержки в тех муниципалитетах, на тех территориях, где проживают наши ребята. Мы уже до конца года постараемся охватить абсолютно все города и районы нашей Самарской области, чтобы на каждой территории уже работал социальный координатор. После чествования ветеранов СВО на заседании межведомственной комиссии обсудили, как улучшить работу в регионе по поддержке и социальной адаптации вернувшихся бойцов и их семей. Например, обучить новым профессиям, принять на работу в органы власти, проводить патриотическое воспитание среди молодежи. Андрей Бессонов, Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События. 144 часа понадобятся для того, чтобы освоить профессию оператора беспилотных авиационных систем. Обучение проходит бесплатно в рамках нацпроекта «Демография» для разных категорий граждан, безработных, женщин в декрете и людей предпенсионного возраста. О том, как сменить свой род деятельности, расскажет Елизавета Прокопенкова. Алексей Понтюшин – учитель в лице «Созвездия». Преподает физику, технологию и основы в безопасности защиты Родины. На базе школы ведет кружок по управлению квадрокоптерами. Рассказывает, что дети с удовольствием ходят на такие дополнительные занятия. Чтобы научить своих подопечных чему-то новому, Алексей решил сам обучиться профессии оператора беспилотных авиационных систем. Особенно первое ощущение, когда это первый раз, очень интересно, ну и потом, когда начинает получаться, тоже очень все, вот, ну и сам процесс обучения тоже достаточно захватывающий. Когда вот оно сначала все падает, ломается, никуда не летит, потом вдруг раз, и всю там сложную трассу сразу прошли. Обучение проходит в Центре практической подготовки авиационного техникума. О техническом устройстве, истории и практическом применении беспилотных авиационных систем на курсе рассказывает действующий сотрудник МЧС Николай Самсонов. Он в этой сфере около 23 лет. При помощи беспилотников обнаруживает пожары. Последние три года передает свой опыт студентам авиационного техникума и тем, кто хочет освоить новую профессию. Агропромышленный сектор очень бурно сейчас развивается в плане орошения полей, отвредителей. Это полив полей. Значит, мониторинг очень сейчас сильно тоже развит. В лесной зоне, где с помощью беспилотных авиационных систем самолетного типа уже осуществляется съемка высокого разрешения, составление ортов, фотопланов для дальнейшей уже обработки этих материалов в программе. Бесплатное обучение проходит в рамках национального проекта «Демография», который не первый год помогает жителям Самарской области повысить квалификацию или сменить род деятельности. Для обучения доступно более 160 программ по разным направлениям. На курсах можно получить профессию швеи, сварщика, бухгалтера и не только. Длительность обучения зависит от выбранной программы. Всего 144 часа понадобится для того, чтобы освоить профессию оператора-беспилотника и стать более востребованным на рынке труда. Принять участие в проекте «Демография» и бесплатно освоить новую профессию могут разные категории людей. Безработные, инвалиды, женщины в декрете, участники СВО, люди предпенсионного возраста и другие. Каждый может выбрать направление, которое поможет изменить свой профессиональный путь. Елизавета Прокопенкова, Константин Головин, События. Жители Самары продолжают активно проходить иммунизацию. Врачи отмечают, что в группе риска находятся пожилые люди. Они тяжелее переносят острые заболевания, и у них часто возникают осложнения. Поэтому им в первую очередь положена вакцинация. Подробности расскажет Елизавета Прокопенкова. Анне Лежневой 63 года. На протяжении пяти лет регулярно делает прививки. Проходить ежегодно иммунизацию посоветовал лечащий врач, поскольку у Анны есть хронические заболевания. И как представитель старшего поколения, женщина находится в зоне особого риска. В этот раз Анна сделала прививку от гриппа. Нужно. Все равно легкой форме все протекает. Не так уже тяжело. Все равно контакты имеем везде. Поэтому я считаю, что нужно, рекомендую делать всем прививки. Врачи отмечают, что гриппом болеют все. Но наиболее опасен он для пожилых людей. Они тяжелее переносят заболевания. У них чаще развиваются осложнения. Это связано с тем, что с возрастом снижаются защитные функции организма. И повышается уязвимость к инфекциям. Лучший способ избежать неприятностей со здоровьем – вакцинация. Данная группа риска наиболее подвержена простудным заболеваниям, так как бабушки и дедушки всегда помогают детям, сидят с муками. Соответственно, когда в школе начинается период заболеваний, соответственно, они первые, кто приходит на помощь деткам, кто сидит с ними, кто лечит их. Соответственно, для того, чтобы быть в состоянии помочь, ты сам должен не болеть. Как и в любом другом возрасте, делать прививку нужно при отсутствии признаков острого заболевания и обострении хронических болезней. Пройти иммунизацию и защитить себя можно в прививочных пунктах. Адреса и графики работы указаны на сайте Минздрава. Елизавета Прокопенкова, Григорий Плешаков. События. Пересмешник и мудрец. Под таким названием в одной из самарских библиотек прошло мероприятие, посвященное жизни и творчеству известного русского баснописца Ивана Андреевича Крылова. Участники в игровой форме освежили в памяти самые известные произведения, открыли для себя неизвестные ранее страницы биографии Крылова. В тонкостях сатиры и юмора русской классики разбиралась Галина Топилина. Басня Ивана Андреевича Крылова – классика отечественной литературы. В этом году исполнилось 255 лет со дня рождения этого русского баснописца, поэта, драматурга, переводчика и публициста. Литературный вечер, приуроченный к юбилейной дате, прошел в Самарской библиотеке номер 9. Глубокий смысл басен Крылова русский человек впитывает вместе с воздухом, убеждена гостья вечера Лидия Воронцова. Ее любимая басня – ворона и лисица. Она очень многому учит, что нужно, конечно, налезть, не падать, не вестись на глупые какие-то обещания, что нужно делиться. И то, что тебе Господь дал, ну, надо, если у тебя просят, поделиться. Поэтому я ее очень люблю. Она добрая, в общем-то. Да и все басни Крылова добрые, учат добру. Иван Крылов говорил высоким слогом о проблемах своего времени и заглядывал в будущее. Его произведения актуальны и сегодня, рассказывают работники библиотеки. Басню учат анализировать и делать выводы. Иван Крылов – один из немногих авторов, чьи книги представлены и в детском, и во взрослом отделении библиотеки. Извлечь мораль еще в школьные годы, мне кажется, являлась трудной задачей для детей. Взрослые еще могут какой-то вывод сделать, рассмотреть и сделать вывод. Дети, конечно, тоже к этому готовятся. И познакомившись с рядом басен, уже легче читать следующие. Для начала просто нужно познакомить с баснями более простыми, а потом уже усложнять чтение. Басня – один из любимых жанров у людей творческих профессий, рассказывает самарский актер Евгений Макаров. Чтение басни превращается в мини-спектакль, позволяет раскрыть свой талант и примерить разные роли. Очень интересный жанр. Можно и высмеивать самого себя, и какие-то вот эти вот дефекты, которые в обществе происходят, их тоже можно высмеивать, знаете, как через призму доброты, я все-таки считаю. Можно сказать жестко, а можно сказать через литературу. Это будет и не обидно. Чем и занимался Крылов. Участники встречи разгадывали ребусы и загадки, посвященные басням Крылова, узнавали факты биографии автора и открывали для себя неизвестные ранее басни. Вечер завершился спектаклем Театра теней по мотивам творчества Ивана Крылова. Галина Топилина, Игорь Казановский, события. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. В Самарской области реализуется акция «Начни с себя», предусматривающая уплату имущественных налогов сотрудниками органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, заранее не дожидаясь окончания срока уплаты. Оплатить налоги нужно до 25 ноября, так как данные средства в полном объеме поступают в бюджет территории и позволяют региональным и местным властям направлять данные средства на оперативное решение социальных вопросов, пишет телеграм-канал Ленинского района. Продолжается прием документов на предоставление путевок по программе «Мать и дитя» детям-инвалидам, нуждающимся в сопровождении в санаторно-курортной организации, расположенной в Самаре. Право на получение путевки имеют дети-инвалиды в возрасте от 4 до 17 лет включительно. Дети-инвалиды участников СВО обеспечиваются путевками в первоочередном порядке. Подробную консультацию можно получить по телефону 332-07-64, информирует телеграм-канал Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Самары. Традиционная выставка животных из приюта пройдет в Самаре 23 и 24 ноября, сообщает телеграм-канал Железнодорожного района. Это уже 12-й фестиваль, где кошечки и собачки будут искать свои дома. Все желающие смогут забрать домой понравившегося пушистика. Вас ждут также конкурсы и игры для питомцев и хозяев. Детективный квест, большая детская площадка и маркет. Фестиваль проходит на Мичурино 23А с 11 до 18 часов. Вход свободный. На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего вам доброго и отличных выходных! Субтитры создавал DimaTorzok